Книга «Открытым оком», тема «Дети. Лагерь Стан», том 3, вопрос 1200. «У вас обо всём записаны есть правила в лагере Стане? Есть ли о том, как пользоваться баней? Какие вы ввели туда требования для детей? Чему там их можно научить?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Ребёнка нужно учить экономии и безопасности. Вот наши требования к тем, кто топит нашу баню. Правила пользования баней. Первое. Очистить топку и поддувало от золы и колосники от гвоздей. Второе. Золу вынести, высыпать под стиральный стол или там же в ведро для удобрения в огороде. Третье. Залить водой все бочки и ванну. Растопить котёл, окно и двери держать закрытыми при топке. Четвёртое. Дверки топки должны быть закрыты. Пятое. Одевшись после мытья, наполни топку дровами и водой все бочки, если моешься не последний. Шестое. Тому, кто моется последним в этот день, следует открыть окна и двери или запереть дверь на замок. Бочки должны быть закрыты во избежание попадания туда грызунов. Пол и полки должны быть чистыми. Заразным и особенно кожно-венерическими заболеваниями категорически запрещается мыться в бане. Это грех. Левит, 10 глава, 10 стих. Грязных вещей после себя в бане не оставлять. Запрещается выносить тазы с водой в предбанник или лить там воду. Стирать можно только в самой парной или на улице. Воду после стирки выливать только в яму сточную. Курить и в бане, и везде на территории деревни, совершенно запрещается. Пятница, женский день, суббота, мужской день или все в субботу. Стирка в любой день по разрешению старшего, хозяина бани. В бане запрещается стирать с порошками, стиральными. Разрешено только с мылом. Для детей норма расхода воды не более полутора таза воды. Для женщин два таза воды. С шампунем мыться можно. Пользующийся баней при случае должен помочь при заготовке дров. Плата за баню не взимается. Топить баню разрешено только по благословению старшего. С порошком стирать разрешено только на улице. И воду выносить в колодец от стойник наверху. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...